Голосование за объекты благоустройства продолжается. На данный момент выбор сделали только 4 тысячи сургутян. Но чтобы привлечь федеральное финансирование на реновацию, этого недостаточно. Наш город на развитие комфортной среды может получить около 80 миллионов рублей. Для этого необходимо, чтобы в голосовании приняли участие 24,5 тысячи человек. Один из объектов, который может кардинально измениться благодаря жителям, это парк в 20-м А микрорайоне. Слово Марии Ливанян. Сейчас в зеленой зоне 20-го А микрорайона несколько старых детских площадок, разбитые тротуары и березовая роща. По словам жителей, этого категорически недостаточно для комфортных прогулок. Не хватает, но я думаю, скамеек не хватает. Еще бы побольше игровую площадку. Слишком маленькая. Детей-то много. Лавочек надо побольше. Когда жарко, когда тепло, хочется, чтобы больше все сидели на лавочках. Захотели посидеть. Не хватает территории для выгула собак. Для меня это очень актуально, потому что у меня собака и не у меня очень многих соседей. Это парк на большую территорию, поэтому сюда многие с собаками приходят. Не хватает выгула для собак территории. И площадок детских совсем они маленькие и не огорожены. Однако это место может стать настоящим центром притяжения. Проект благоустройства парка в 20-м А удовлетворяет все озвученные жителями пожелания. Кроме того, по техническому заданию подрядчик, который займется реновацией, обязан будет минимизировать вырубку деревьев, чтобы сохранить березовую рощу. Проектом предусмотрено создание тропильничной сети для прогулок внутри территории, создание опоросвещения, что можно шлять прогулки в любое время суток. Будут две спортивные площадки, две детские площадки, площадка для выгула собак и скейт-парк. Планируют построить и систему водоотведения, что весьма актуально весной и осенью. Стоимость работ по благоустройству парка в 20-м А микрорайоне оценивается в 145 миллионов рублей. Чтобы планы были реализованы в ближайшие сроки и с участием федерального и окружного финансирования, жителям необходимо поддержать проект в онлайн-голосовании по формированию комфортной городской среды. Нужно проявить всего лишь свою гражданскую активность и проголосовать. Население у нас большое в городе, 24 500 человек, активных пользователей. Я думаю, город спокойно может обеспечить. В департаменте городского хозяйства отметили, что если муниципалитету не удастся войти в федеральную программу, то представленные на голосование парки, а это за саймы, скверы на улице Республики, за дворцом торжеств. И в 20-м А микрорайоне Сургуту придется благоустраивать своими силами. Найти в бюджете дополнительные средства на создание зон отдыха может оказаться очень непростой задачей.